7 сентября в 11-м году в правление вошел Альфред Адошевич Кляу. В состав правления вошла я, Иванова Надежда Ивановна. 29 октября, находясь в правлении, произошел захват Андриановой, Королевым, Белениной, ее двумя сыновьями. Но в суде они не фигурировали. Фигурировал лишь только захват правления. В чем-то появлялась там печать, вставные документы, еще что-то. Ну, захват кассу. Нет, кассу ничего они не взяли, но просто молодчики мы вышибли нас и все. Выбили двери. Печать и вставные документы у кого? У Альфреда. Они ничего не трогали, они побоялись ничего не... Скажите, вы расскажите, кто с вами случился? Ну... Ну... Вот самое главное. Была ты первая. Открывала дверь ты. Ну-ка сюда, ну-ка сюда. Да-да-да. Ну, раз били вместе, надо тут и рассказать об этом месте. С чего началось? Не улыбывайся. А началось то, что они когда начали ломать дверь, мы уже прекратили работать. Мы сорвали сигнализацию... Серью... Серью... Как она называется? Сигнализация? Секюри. Секюри, да. Сигнализация сработала один, второй, третий раз. На что Елена Викторовна внизу, там, перед правлением сказала, не выезжайте, это ложная, ложный вызов. Вызов. Это председатель. Бывшая. Андрианова. 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 Не бывшая, а сегодняшняя. Не в полицию, а в этот... Синорд. Секюрити. В охранную компанию. В охранную компанию, в общем. Она сказала, что это ложный вызов, он просто сработал, мы тут сами все находимся, все нормально, все в порядке. И охранная Синорд Секюрити не приехала? Она просто взяла и отключила, полностью отключила, хотя сигнализация была на нас. Мы стали ей вторично звонить. Что значит на вас? Оформлено. Оформлено. Доступ... На действующих правления. На действующих правления. Доступ входа имела я и Альфред Николаевич Адольфович. Председатель. Председатель. Тут такие истории рассказывают, которые я на вы стороне стоял. Вход был. Между двумя симпатичными женщинами. Встаньте, пожалуйста. Председатель имеет право. Начинает операция и все. Было дело? Я хочу сказать. Было дело? Дело было. Действительно так. Во время этого взлома они избили нескольких людей, которые находились там. Представьте, и Привалова Валя там была, которой тоже досталось. Раз досталось, покрасуетесь. Значит, и больше всех досталось... Прошу вас, Михаил. Ну тут люди убегают. Больше всех досталось, конечно, Наде. Мне досталось. Десятое ребро сломано. Сломано. Это зафиксировано? Все зафиксировано. Значит, следствие велось. Три года судилось. Суд был. Значит, но дело в том, что... А что следствие вел? Три. В Снегирю? Три судьи. Три судьи было. Следствие. Значит, следователь помнит. Следствие было. Вызывали милицию Соснова. Вызывали. Никогда не было. Было следствие. На основании этого следствия возбуждено было уголовное дело. Уголовное дело слушалось в нескольких местах. Два суда проходили в Приозерске. Три же заменяли судей. В Приозерске. Значит, но все тянули время. Один судья уходит в отпуск, второй появляется судья. Потом второй судья тоже по каким-то причинам не может вести это дело. Передали в Снегиревку. И вот в Снегиревке ввели это дело. Значит, короче говоря, в течение... Они затянули дело производства. Ведь уголовное дело рассчитано на два года. И вот в конце концов дотянули до того, что последний срок истек. Истек. И они на суде попросили судью прекратить дело за сроком давности. На что судья отреагировала, ухмыльнула, сказала, да, срок давности прошел. Я и решила, что делать. Фамилию судья помните? Да. Как она? Неуканье. Неуканье. Назови. Они ее неуканели. А имя отчества? Не помню имя отчества. Она же не работает. Она же не работает. Ее убрали. Ее убрали. Мы подали... Подали апелляцию. Апелляцию. На этот суд. Ее убрали. Посчитали, что она незаконно... В пользу меня, значит, от нее перечислили 50 тысяч. От нее от кого? От судей. Поздравляем, поздравляем. Таких людей у нас немало. Мало очень. Да, 50 тысяч это. А потом мы в городе подали. Все-таки не наказали ни Королева, ни Былинина. В городе когда подали, значит, опять я выиграла, но с присуждением 5 тысяч Королеву и Былининой. До сих пор по 5 тысяч я не получила, хотя документы были поданы приставом. А исполнительное производство у вас есть, да? Да, есть. Вы сказали, что им 5 лет все-таки судимости не приедут? Нет. Не дали судимости? Судимости там нет. То есть в результате нападения на человека и нанесения травм никто судимости не получил? Никто. А в исследование ввели местные... За сроком давности им присудили по 5 тысяч. Не им, а вам. Это уже потом. Да, им присудили. В пользу меня по 5 тысяч. И вот считай, сейчас 16-й год. Приставы. А как еще имя и отчество, фамилии какие называются? Королев и Былинина. Имя и отчество как? Королев Михаил Николаевич. Королев Михаил Николаевич. А Былинина, Валентина Николаевна, по-моему. Королев, он сейчас заместитель председателя Адмиана. Да, да. Личный фидер на 6 человек. Он этот личный фидер завел себя в 2000 году, когда был председателем правления. Он завел себе личный фидер. Якобы кто-то у него подписался. Но мы подписи этой не видели. Как происходил захват? Что они там? Они были трезвые, пьяные. Сколько человек? Закончилась работа в правлении по приему членских взносов. В третьем часу дня собралась компания мужчин и молодых людей. А там было, у человека, наверное, 5 мужчин было. Но в итоге били трое. А били трое. Женщин били? Ну, били. Реброс ломали. В общем, в деле фигурировали два человека. Потому что я не назвала двух сыновей, я их не знала как имя, отчество и фамилия. А следствие не разыскивало, не устанавливало? Нет, нет. Их не называли. Их не называли, потому что... Назвали королевок зама Андреа. Но, когда мы написали в деле, в объяснительной... Мы писали. Мы писали, что участвовали два сына Балининых. Фактически милиция не отреагировала никак. В каком году это было еще раз? Это было в 2011 году, 29 октября. В 3 часа дня, да? Ну, да, около 29 или 30. И сколько продолжалось все это избиение? Это продолжалось довольно избиение. Они вначале начали рваться в правление. Выбили первый день. Сработала сигнализация. Вначале они остановились. Потом по новой, когда сигнализацию отключили, все-таки... Какая компания обслуживала... Си Норд Секьюрити. Си Норд Секьюрити. И они не приехали на тревог. Нет. Ну, вот на сегодняшний день... Си Норд Секьюрити. На сегодняшний день этой организации не существует. Я пыталась найти эту организацию. Нам нужно было получить отсветки расчетов с этой организацией. Но мы ее не нашли, потому что ответы все вернулись. Все равно там не находятся. Она находилась в Дельта, да? Нет. Декик, Декик. Нет. Нет, это в городе она находилась. Это совершенно другая организация. Хотя бы кто генеральный директор там был? Кто учредитель? Я сейчас не помню. Кто учредитель? Я сейчас не помню. А у нас просто вы заключали договор. Как вы? Найдите, пожалуйста, ННН. Нам интересно. Знаете, вот еще показали. Понятно сейчас просто, чтобы не перегружать. Вы не уходите. Важный документ. Я сам что-то. Да, да, да. Я расскажу. Только покажите. На протяжении многих лет вот такое объявление висит в садоводстве. В разных местах садоводства. Оно дословное. Сейчас-то включено. И обращаю внимание в этом объявлении на... На бесплатную юридическую помощь для садоводов с антенны номер 2 Ломо. И чей телефон там? Значит, это юрист Дышлюк Марина Владимировна. Это ее там телефон. Значит, дело в том, что этот Дышлюк... А где вы нашли это объявление? Это на досках объявления с антенны номер 2 Ломо. Везде. И в садоводстве, и вот здесь прямо в правлении оно висит и сейчас. Значит, везде написано, что она обслуживает бесплатно членам садоводства. Да, мы увидели. В то же время, вот приходно-расходная смета на 16-й год. Точно такая же приходно-расходная смета и на 15-й, и на 14-й, и на 13-й годы. Где пишется сумма одна и та же. Юридические... Сейчас, извините. Юридическое обслуживание СНТ 80 тысяч. Юридическое обслуживание СНТ 80 тысяч из членских взносов тех же садоводов. Я одна сказала, что здесь не указано где. Обман-то есть обман. У нас же 800, получается, как бы по рублю. Мать, деньги, это мухи отдельно, котлеты отдельно. Обман отдельно, оплата отдельно. И еще там у вас было интересно. Я хотел сказать одну простую вещь, что... Все неприятности в садоводствах, не только в нашем, с моей точки зрения, происходит из-за очень несовершенного вот этого закона, федерального закона номер 66. Вот этого федерального закона. Значит, здесь много разных нюансов. С моей точки зрения, этот закон принимали люди, которые к садоводству никакого отношения не имели. Опыта ведения своего хозяйства ни у кого, видимо, не было. Поэтому и составили вот такой федеральный закон. И сад, какого числа? Это 1998 года с поправками. 2008-го последняя. Последняя поправка, да, 2008-го года. Нет, и последняя поправка в этом году уже была. Уже была потом году, да? На море поправка. Последняя поправка сделана уже подписью Путина. От 3 июля 2016 года. Еще раз. От 3 июля 2016 года. Последняя поправка в этот закон. Но самый неприятный пункт, который здесь имеется, как бы ни работал председатель правления или правление в целом с точки зрения большинства садоводства нерентабельное и не в интересах садоводства, убрать это правление, значит, со своих должностей весьма и весьма сложно. Так как в 21-й статье вот этого закона четко говорится о том, что внеочередное собрание можно провести, если 1-5 членов садоводства, я просто сокращаю, членов садоводства проголосовали за внеочередное проведение собрания. Или вот в этой части 2. или, значит, даже местная власть решила провести собрание здесь, муниципалитет решил здесь провести собрание, и то он должен обратиться с просьбой в правление с разрешением на проведение этого собрания. Какое правление даст согласие на проведение внеочередного собрания о перевыборах этого правления, сами по себе ямы никто копать не будет, поэтому... Если участок считается в собственности, каждый собственник должен... Стоп, 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 вы говорите мне, что она поделала. Если участки приватизированы и считаются в собственности, то каждый собственник должен отвечать за свой участок и иметь свой голос в садоводстве. Я имел в виду несколько другое, что, значит, к сожалению, если абсолютно большинство решило переизбрать существующее правление, то оказывается, прежде чем проводить это собрание, общее собрание, надо было получить разрешение управления на проведение этого собрания по их переизбранию, что, естественно, никогда не будет. И как гласит статья, вот это, тут говорится, что если правление отказало, то вы имеете право обратиться в суд. Даже муниципалитет, и тот имеет право только обратиться в суд. Но, простите меня, время идет. Суды наши, практику работы судов, вы знаете, по 3, 4, 5, а то и 6 месяцев тянется, пока дойдет дело до какого-то конкретного решения суда. То есть время будет упущено, и... Слова людей не собрать. От кого зависит изменение закона? Значит, я просто-напросто хочу сказать простую вещь. Перед вами стоит человек, который на себе испытал вот это действие вот этой статьи. Значит, в 12-м году решением суда, ссылаясь на этот пункт, собрание, которое избрало меня, 439 человек из 800 проголосовало за, то есть абсолютное большинство. Но вот этот пункт был не соблюден, то есть мы не обратились в правление, и решением суда мое избрание было признано незаконным. Суды на правление суда? А? Какого? Какого садоводства? Садоводства СНТ номер 2 Ломо. СНТ номер 2 Ломо. Значит, поэтому я лично считаю, лично считаю, что все неприятности не только в нашем садоводстве, а в абсолютном большинстве садоводов, садоводство происходит по всей России, да, по всей России происходит из-за несовершенства вот этого закона, утвержденного в нашей стране. Все понятно, спасибо, очень важно. Я хочу дополнить относительно несовершенства закона, 66-го федерального закона. Он не просто устарел, он вообще устарел. На самом деле... То есть принципиально? Принципиально устарел. То есть не какие-то отдельные части, а нужно целиком... Вот на сегодняшний день для того, чтобы собрать собрание вот всех садоводов, значит, вот приходит человек, прежде чем он придет распишется, значит, должен вестись депозитарии, так как это делается во всех акционерных обществах. Газпром собирает свои собрания, там огромная численность, тем не менее, они каждого акционера, у которого есть акция, они его официально уведомляют, высылают ему огромный пакет документов, и каждый человек должен как-то на это реагировать. То есть он получил документ, он извещен, значит, на собрание он пришел, потому что не пришел, не пришел, но он уведомлен. Значит, что у нас? То есть он депозитарий ведет официально этот список собственников. Вот на сегодняшний день, если вывести вот список собственников, садоводству нужно 200 рублей получить в выписку и в единую реестр прав на собственника. То есть вот это, выверяется этот список, и дальше именно этот собственник должен прийти на собрание. То есть вот 200 рублей нужно заплатить за каждого на 800, это уже получается 160 тысяч, дальше каждому нужно отправить письмо, это, соответственно, еще 25 тысяч рублей. То есть вот и плюс это кто-то должен сделать, за это нужно заплатить зарплату. То есть для садоводств это нереально совершенно. Тем более, что если у акционеров Газпрома, например, у них есть помещение, то у садоводов вот у них нет помещения, только на улице. Какое собрание можно провести на улице? То есть нужно еще дополнительно платить аренду. Это тоже безумные деньги. Значит, теперь есть вот такие большие садоводства. И теперь, в частности, в нашем садоводстве, вот по моим данным, у нас где-то порядка этих самых 100 участков вообще не приватизированы. То есть у них нет договора аренды, значит, потому что я знаю, что вот до того, как у нас участки были приватизированы у родителей, договора аренды не было. Значит, эти участки не приватизированы, аренды у них нет. То есть их интересы должны подставлять на сегодняшний, по 99-му закону, муниципальное образование. Да, и каждый собственник должен присутствовать. А вообще, вот если посмотреть жителя садоводства и жителя поселка Соснова, а какая между нами разница, а не какой. Тем не менее, значит, за электроэнергию в поселке Соснова платят меньше, чем садовод. Если сравнить тарифы, да? Тарифы, если сравнить, да. Теперь дальше, значит, естественно, ни за какие потери внутри поселка они не оплачивают. Теперь дальше возьмем. Они вывозят мусор. Каждый платит, то есть с каждым заключен договор на электроэнергию и с каждым заключенным, то есть каждый лично является абонентом Ленэнерго, ну или с бытовой компанией. Значит, каждый лично заключает договор на вывоз мусора. Все. Дальше все оплачивает государство. Садоводство должно быть точно такими. То есть, вот сейчас я знаю, что в доме рассматривается закон о переводе, значит, об изменении статуса земель. Вот садоводство, садоводство, у нас земли сельскохозяйственные назначения, и земли должны быть сельскими поселениями. Я видела этот план. У нас вот староста есть здесь в поселке Орехово-Северное. Вот это наше садоводство входит в состав этого поселка. То есть, здесь должно быть, значит, закон Государственной Думы о том, что земли переводятся с сельскохозяйственными значениями в земли сельских поселений. И, соответственно, наш вопрос вообще решится. То есть, мы вот этих всех... То есть, вот на сегодня мы не знаем, как выходить из положения, потому что у нас вопрос с имуществом завис, имущество неизвестно чьё. У СНТ-нумер Баламо, который в СМЕД включает плату за пользование объектами инфраструктуры, у них нет договора на то, чтобы они ведут, что вот это имущество у них находится в хозяйственном ведении. То есть, они его захватили. Это практически рейдерский захват имущества, если так сказать. Какие ещё возможны уголовные преступления, либо просто преступления были совершены руководством?